Кактусы в доме – хорошо или плохо инородные приметы. У себя на родине кактусы в зависимости от сорта могут быть маленькими, а могут вырастать очень большими, с них делают живые колючие изгороди. Существует более сотни видов в этих пустынах растений, более полутора тысяч подвидов – несчетное число названий. Они предпочитают засушливые места, растут в пустыне, где вода ценится на вес золота. В домашних условиях они обычно бывают небольших размеров. Плюсы и минусы кактуса в доме Мнение о том, можно ли дома держать кактусы, очень противоречивы. Одни приводят в пример их непревзойденные качества воздействия на атмосферу в доме, другие противятся держать это колючие растения в квартире. Живые колючие изгороди история кактусов уходит в далекие времена. Жители древнего Кита использовали настойку из определенных видов кактусов для очищения энергетических каналов. Кактус в основном состоит из воды, а вода, как известно, способна запоминать всю информацию, плохую и хорошую, звуки, эмоции, вибрации. К сведению, магию кактусов использовали древние колдуны в своих заклинаниях, хранили их иголочки в качестве оберега. Коктус, находящийся в доме, где возникают ссоры, в состоянии погасить всплески и негативы жителей дома, установить атмосферу взаимопонимания и уважения. Недаром в давние времена их считали оберегами жилища. Живая изгородь вокруг места обитания людей и животных, служила защитой от набегов диких звелирей. Мир кактусов очень разнообразен. Есть кактусы, которые можно употреблять в пищу, делать из них настойки от различных болезней. Пепел растения, насыпанный на место укуса змей, не даст распространиться яду дальше по организму. Споры на тему, можно ли дома держать кактусы, не утихают до сих пор. Прежде всего, характеристика кактуса подразумевает его способность поглощать вредную энергетику помещения и электромагнитное излучение бытовой техники. Поэтому их часто ставят на рабочем столе возле компьютеров, на кухне возле микроволновых печей. Важно, хорошо или плохо иметь кактус на рабочем столе сможет подсказать самочувствие хозяина рабочего места. Если присутствие колючего цветка благотворно влияет на состояние человека за компьютером, значит выбор сделан правильно. К полезным свойствам растения относятся – легкость в уходе, экзотический вид, красивое цветение, умение отражать злую, агрессивную. Энергию, защита жилого помещения и его обитателей от сглаза, порчи, способность убирать в себя вредное излучение современной техники. Колючие домашние помощники к минусам относятся к колючке – несовпадение энергетики обитателей квартиры и колючего жителя. Каждый для себя должен решить сам, можно ли дома выращивать кактусы или нет, подходит их непростая энергетика данному человеку или лучше обойтись без этих цветов. Причина почему можно держать кактус? Кактусы в доме – хорошо или плохо? Кактус, как любое растение, обладает своей энергетикой и только от человека зависит, какую энергию он будет получать от колючего экземпляра – позитивную или негативную. С ним нужно подружиться, как бы найти общий язык, проявляя заботу. В ответ цветок одарит мощные защиты от всего негативного, направленного на хозяина. Цветок стоит на страже благополучия дома. Бытует мнение, что кактус не пропускает в дом постороннюю энергию, как плохую, так и хорошую. Он является как бы энергетическим щитом помещения. По этой причине его лучше устанавливать вблизи входных дверей, на подоконниках возле окон. Обратите внимание, колючка у двери способна защитить от плохого человека, пришедшего в дом с нехорошими намерениями, нейтрализовать его злые мысли. Направить негатив против него самого. Кактус считается энергетическим вампиром, психически неустойчивые люди рядом с ним чувствуют себя плохо. Не стоит держать кактус в спальне. Накопленная за день колючим растением негативная энергия может нанести вред спящему беззащитному человеку. Также отмечено плохое влияние кактуса на людей со слабым характером, подозрительных, недоверчивых, трусливых. Им не стоит держать в доме такое растение. А вот человека сильного энергетически волевого, напористого колючий экземпляр, наоборот, будет поддерживать своей энергией. Шаровидная разновидность о том, можно ли держать кактусы в квартире, подскажет эмоциональное состояние человека. Не стоит заводить в квартире колючие растения людям с неуравновешенной психикой, признаками агрессии. Нужно помнить об особенностях растения впитывать в себя всю энергию и позитивную, и негативную. Растение сначала ее накапливает, затем отдает многократно приумноженной. К сведению. По утверждению цветоводов, вредная энергетика растения напрямую зависит от длины его иголок. Ухаживая за цветком, нужно подходить к нему с чистыми, добрыми мыслями, улыбоваться его ростом, восхищаться будущим цветением. При должном уходе и подобающем отношении растение ответит благодарностью за рядом положительной энергии, зацветет пышными необыкновенной красоты цветами. Пальцевидный вид избавляет от сквернословия. Кактус в доме способен не только очистить помещение от негативной энергетики, он переправляет. Энергетические потоки в нужные места координирует их, защищает дом-квартиру от дурного глаза, наведение порчи. Очищает пространство от вредоносных микробов, спорпли и синие грибка, насыщает помещение кислородом. Колючий цветок прекрасно себя чувствует в местах выброса негатива, лучше выглядит, обильно цветет. Если кактус не может врежиться в квартире, этому нужно радоваться, значит в жилище царят гармония, любовь, нет негатива. Народные приметы о кактусе в доме. По поводу сомнений, почему нельзя держать дома кактусы, всегда существовало много легенд и поверий. Издавна верят, что кактус в доме девушки на выданье – плохая примета. Такая девушка не выйдет замуж, так как цветок своими колючками отпугивает претендентов на замужество. Не рекомендовалось вообще иметь в доме это растение, так как оно приносило в семью раздор и ссоры между всеми членами семейства. Колонавидный цветок нормализует нервную систему нельзя дарить кактус молодым, незамужним девушкам, считается, что этим дарящий желает. Ей оставаться на всю жизнь старой девой, никогда не выходить замуж. Нельзя его дарить молодоженам, так как с его приобретением в семье могут возникнуть. Плохие отношения между молодыми людьми может дойти до развода. Подарок к девушке или парню колючего цветка считается предвестником расставания. Важно, конечно, это все только мифы. Многие обладатели этих красивых колючек растут в крепких семьях, довольных жизнью, счастливых в браке. Говорят, что даже плохие люди обходят стороной дома, где растет много кактусов. Много поверьей связано с цветением колючего растения. Кактус зацветает крайне редко, его цветение предвещает какое-то значимое событие, которое должно произойти в семье, изменения в личной жизни, рождение ребенка, похороны, перемена, место жительства, развод и многое другое. Лучше, конечно, верить в вложительные события и не думать о негативе. Цветение кактуса Варианты расположения кактуса В первую очередь растения необходимы для рабочего стола. Нынешнее поколение уже не может представить себе жизнь без таких устройств, как компьютер, печатающие устройства, смартфоны, планшеты, Wi-Fi-передатчики, которые постоянно выделяют в пространство вокруг себя невидимым и невооруженным глазом электромагнитное излучение. В первую очередь им подвержены люди, находящиеся в лизе, то есть сидящие за монитором. К сведению, самыми вредными считаются мониторы на основе электролучевых трубок, их излучение сравнимо с рентгеновскими лучами. По мере удаления от источника излучения волны затухают. Электромагнитные волны, излучаемые компьютером, могут вызвать такие заболевания, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гормональные сбои, сбои в работе щитовидной железы, сбой работы иммунной системы, заболевания, связанные с нервной системой. К сведению, особенно опасны излучения от процессора и ноутбука. Излучение в двух МГС уже оказывает вредное воздействие на организм, может спровоцировать рост раковых клеток. Расстояние в один метр излучает волны до 5 МГС. Располагая ноутбук у себя на коленях, человек может подвергаться электромагнитным излучением мощностью до 20 МГС. Радиация от сенсорных экранов телефонов и планшетов проникает в организм еще быстрее, чем от персональных компьютеров. Самое сильное излучение идет от Wi-Fi-антенны, которая располагается очень близко к голове во время разговора по гаджету. Вредное электромагнитное поле создают вокруг себя колонки, источники бесперебойного питания, принтеры, роутеры, зарядные устройства. И здесь просто необходим зеленый колючий защитник, который может поглощать эти вредоносные для человеческого организма излучения. Вредное излучение ноутбука не стоит ставить кактусы в спальне. Растение, которое в течение дня накапливает в себя всю энергетику, ночью посредством своих иголок отдает ее в пространство. Во время сна человек расслабляется, становится беззащитным, с легкостью может быть подвержен негативной энергии, излучаемой стрелами. Растение, особенно ему подвержен интимной зоны. Не помешают кактусы у входа в подвал и у на чердак дома, откуда может прийти неизвестная энергия, возле ванной и туалетной комнат, где имеется слив воды, уносящий с собой потоки энергии. У кактуса много положительных и отрицательных качеств, заводить или нет его у себя дома, выбор за каждым индивидуально. В любом случае нужно взвесить все «за» и «против».